МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Автоэкспертиза». Меня зовут Николай Свистун. Вам музыку погромче или шумоизоляцию получше? Обычно так начинался диалог заказчика с потенциальным тюнингатором или доработчиком автомобиля. В те времена, когда дорабатывать, кроме продукции Волжского автозавода, было, собственно говоря, и нечего. С тех пор многое изменилось. Изменились сами автомобили. Конечно, мультимедийные возможности, в частности, возможности устроить в автомобиле концертный зал, действительно претерпели серьезные изменения. О том, как правильно подходить к настройке звука в собственном транспортном средстве, мы и поговорим сегодня. И, конечно же, название нашей программы предполагает наличие эксперта, который у нас в студии, разумеется, есть. Это профессиональный инсталлятор, заместитель главного редактора журнала «Автозвук» и даже автор книги, которая называется «Концертный зал на колесах» Анатолий Шихатов. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и, конечно же, вы, дорогие друзья, можете присоединиться к нашей беседе, если воспользуетесь телефоном. 617 95 55 – это 7 цифр нашего телефонного номера. 495 – код города Москвы. И принимаем мы ваши вопросы или пожелания на номер 5577. Это номер для ваших смс-сообщений. Если вы пользуетесь услугами российских операторов сотовой связи, для тех, кто пишет нам из Республики Казахстан, 4 четверки – специальный номер есть и для вас. Ну и для начала наш вводный видеосюжет, еще одна наша традиция. На сей раз он как раз и посвящен тому, с чего начинались и во что развились бортовые мультимедийные комплексы. Мы живем во времена, когда стремление автомобильных производителей поразить клиентов выдающимися техническими характеристиками своих моделей уступило месту погони за новомодными примочками по части развлечений в пути. И, разумеется, качественно звучащая аудиосистема в машине стала неотъемлемым атрибутом любого уважающего себя бренда. Раньше, если вы помните, после покупки автомобиля счастливый владелец отправлялся на поиски музыкального проигрывателя, который и должен был занять место на центральной консоли, заменив тем самым штатную аудиосистему. И тому были причины. Низкое качество звука, отсутствие портов для подключения внешних носителей и так далее. Все это стимулировало водителя найти мультифункциональное решение сторонних производителей. Сейчас же даже массовые модели автомобилей средней ценовой категории могут похвастаться хорошо звучащей аудиосистемой, которая, по заверению производителей, разрабатывается непосредственно для этой модели. Но все равно автомобильные меломаны не спешат вестись на рекламные уловки, и поэтому чистенько отдают свои автомобили в профессиональное ателье, где специалисты, исходя из пожеланий клиента, устанавливают наиболее подходящий для него мультимедийный комплекс. Как же все-таки правильно подобрать хорошо звучащую аудиосистему для своего автомобиля, узнаем в сегодняшней программе. Итак, как же подойти правильно к настройке звука в собственной машине? Поговорим сегодня об этом с Анатолием Шихатовым, нашим экспертом. Ну и с вами, конечно же, по телефону 617 95 55 с кодом Москва 495 5577. Номер для смс-сообщений от абонентов российских операторов сотовой связи 4 четверки для тех, кто пишет нам из Республики Казахстан. Ну, начать, наверное, хотелось бы, может быть, не с этих диких конструкций, которые мы увидели в финале нашего сюжета, и явно извергающих какие-то безумные басы излучателей, а все-таки с неких критериев. Когда мы говорим о звуке или его качестве, что все-таки имеется в виду? Хороший звук от плохого, если посмотреть на это и послушать это ухом профессионала. В чем же разница? Ну, если разобрать звук на части, то можно выделить три основных звуковых диапазона. Низкие частоты, средние и высокие. Низкие частоты – это бас. Он не должен гудеть, он не должен бубнить, он должен быть четким, сухим и узнаваемым. Средние частоты – это голос, речь, пение, скрипки, гитары. Они должны звучать ясно, открыто, без каши. Ну, высокие частоты – это так называемый воздух, впечатление пространства, тарелочки, медные, ударные. Тональный баланс. Все эти составляющие должны быть более-менее одинаково по уровню. Если звучит один бас, а все остальное осталось где-то далеко позади, ну, это уже не звук. И наоборот, если звучит одна середина, как часто бывает в штатных системах с дешевыми динамиками, это тоже не звук, это тоже нужно менять. Очень часто можно услышать, что вот, дескать, в автомобиле установлено энное количество ватт. И почему-то именно ватты пресловутые преподносятся как критерий всего, что, дескать, чем их больше, тем лучше. На самом деле, ну, я помню, например, по своему обучению, что все-таки то, что оказывает давление на нашу мембрану, на нашу барабанную перепонку, и то, что в конце концов распознается мозгом как звук, это все-таки звуковое давление, которое меряется в чем угодно, но только не в ваттах. Все-таки вот этот такой параметр, как мощность, во-первых, сколько достаточно, наверное, да, если говорить в целом о производительности бортовой аудиосистемы, и так ли вообще важен этот параметр? Ну, этот параметр важен в зависимости от того, какие установлены динамики. Есть динамики высокой чувствительности, которым не требуется большая мощность усилителя. Это как раз обычные динамики штатные, но у них есть свои недостатки, вот именно неравномерное воспроизведение частотного диапазона. Динамики более высокого качества, у них это повышение качества достигнуто ценой снижения чувствительности, к ним нужно подводить большую мощность. Ну, в целом, порядка 20-30 ватт общей мощности достаточно, все остальное это запас, который нужен для неискаженного воспроизведения пиков громкости. А вот это уже зависит от того, какую музыку вы слушаете. А вообще, что можно посоветовать человеку, который, условно говоря, отправляясь на поиски нового автомобиля, если мы говорим о новой машине, хочет все-таки, чтобы у него помимо объема багажника, удобства посадки на задний диван, было некое приятное такое слуховое впечатление. Вообще, может быть, подбирать какие-то фонограммы специально для того, чтобы оценить еще и звучание автомобиля, когда находишься в шоуруме. Или это бесполезное мероприятие? Ну, я бы сказал, что они достаточно одинаково звучат, все современные автомобили. Не так плохо, как раньше. Но, тем не менее, есть еще к чему стремиться, к улучшению. Насчет фонограмм, ну, в этом случае я советую брать свои любимые и сравнивать их звучание хотя бы со звучанием домашнего музыкального центра. Это будет примерно адекватный уровень. Ну, тем более, что дома, в общем, как правило, люди выстраивают некое звуковое пространство в соответствии со своей искушенностью, наверное, и финансовыми возможностями. Хорошо, давайте тогда уж, Коля, о домашних системах заговорили. Может быть, вы нас просветите на тему того, какие нюансы, собственно, существуют, когда пытаешься отстроить так или иначе, даже при вот этой примитивной тонкомпенсации, которая есть в автомобиле, ну, так или иначе, любая практически аудиосистема, штатная даже, такую возможность предусматривает. Потыкать в тачскрин или покрутить какие-то настройки с тем, чтобы отбалансировать вот эти частотные составляющие. Все-таки, какие нюансы существуют при настройке звука в автомобиле по сравнению, например, с домашним каким-то помещением? Самый главный нюанс – это то, что у автомобиля салон довольно маленького объема по сравнению с любой, даже самой маленькой жилой комнатой. Соответственно, салон уже сам вносит свой вклад в подъем низких частот. То есть, чем меньше, тем больше? Тем больше баса. Этим можно воспользоваться как раз именно использовав... Сэкономив на мощности сабвуфера. Да, и на конструкции динамиков. Кстати, именно поэтому домашние сабвуферы никогда не будут звучать в машине, а автомобильные – дома. Хотя попытки такие есть. И следующий момент. Еще я бы отметил то, что при прослушивании каких-то записей, если вы пытаетесь сбалансировать звучание на слух, для этой цели лучше, конечно, использовать не коммерческие пластинки, а какие-то тестовые диски, на которых уже записаны хорошими звукорежиссерами с высоким качеством, идеально сбалансированной фонограммы. Там будут слышны уже все ошибки регулировки. То есть, разжиться таким диском каким-то образом? Да, потому что, если, допустим, слушать рэп или диск, понятно, что там настроиться будет сложно. Ну, это, знаете, кто чего добивается. Это да. Если люди хотят слушать Тупака во всех подробностях, кто же их, собственно, осудит? 617-95-55, это наш номер телефона, код Москвы-495. Есть у нас звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. А можно ли вам такой вопрос задать? Хочу вот усовершенствовать штатную свою систему на Хонде, чтобы звучало лучше. Что можно для этого сделать? Ну, так сказать, какая Хонда, например. Хонда Аккорд. Хонда Аккорд девятого поколения. Достаточно большая. А, девятого поколения, то есть совсем новая машина. Да. А вам наверняка предлагали какую-нибудь более богатую комплектацию, которая вас тоже, видимо, не устроила с точки зрения качества звука. Ну, да, предлагали, но сказали, как бы, звук все равно как бы не изменен, то есть так же как бы все останется. А что вас конкретно не устраивает? Вы можете как-то сформулировать свои претензии? Ну, звук у меня до этого как бы была Audi A6, да, звук совершенно был другой, другие, ну, свои басы, как-то вот все по-другому. А здесь как-то все, ну, как-то звучит все дешево. Не так, как в немецком автомобиле. Вот как бы хочется, чтобы звучание было ближе к немецкому автомобилю. Спасибо, спасибо вам за звонок. Видите, хочется, чтобы в японце было как в немце. Ну, давайте тогда, может быть, поэтапно, тогда и будем разбирать все те средства, которые может применить автовладелец своей машины. Ну, обойтись малой кровью можно, это просто заменить штатные динамики более качественные. Во-первых, ряд производителей динамиков с крупными именами, мировые производители, выпускают специальные... Давайте приведем примеры тогда. Сейчас. Выпускают специальные комплекты для замены штатных динамиков именно в конкретных моделях автомобилей. Допустим, французская фирма FACA выпускает линейку динамиков Integration, специально ориентированных на французские и немецкие автомобили, то есть европейские. Так, хорошо, тогда ближе к Хонде, если туда... А вот ближе к Хонде, вот про Хонду они пока не подумали, надо будет им подсказать. Ну, я слышал, например, что у JBL достаточно большая линейка, тоже фирма очень уважаемая, имеющая имя даже в профессиональном звуке, скажем так. В принципе, динамики все имеют стандартные типоразмеры, поэтому подобрать динамик, который подойдет по диаметру и по глубине, еще и при этом устроить по звучанию, всегда можно. Единственная проблема, которая при этом возникнет, это придется вместо штатного разъема использовать самодельный или пайку. А что касается сопротивления, понятно же, что любой усилитель должен быть согласован. Естественно, это должно быть, это условие нужно выполняться. Если усилитель рассчитан на нагрузку 2 Ома, он будет работать и с 4-омной нагрузкой, но тише. А вот наоборот, экспериментировать не стоит, потому что это чревато и повреждением головного устройства магнитовы, ну и гарантия. А что вообще почитать? Или, условно говоря, разобрав вот эту дверную панель и если извлечь... На задней стороне динамика. Все написано? Либо написано, либо можно взять простой тестер, ищупать, и померить. Ну то есть уже нужно иметь руки и немного мозга? Должно быть от 3 до 4 Ом. Хорошо, и насколько я понял, в принципе, есть компоненты, судя по тому, что вы уже сказали, у французов есть компоненты, которые сертифицированы так или иначе производителями. То есть замена такая не повлечет за собой каких-то последствий гарантии? Не повлечет последствий, более того, к ним прилагается видеоинструкция, которая скачивается с сайта производителя, и там пошагово расписаны все действия, то есть это любой владелец автомобиля в состоянии сделать самостоятельно за пару часов и даже не применяя какой-либо инструмент, потому что все необходимое входит в комплект. Лопаточки для пистонов, наконечники для клемм и так далее. Тогда я сразу задам вопрос, который просто здесь же рядом, хотя не рядом он был у меня в верстке, но тем не менее. Очень часто автомобили, как правило, масса сегмента, как правило, доступные, так называемые, бюджетные модели, в своих базовых комплектациях имеют такую позицию, которая называется аудиоподготовка. Как правило, это проложенные кабели, насколько я понимаю, и некоторое количество разъемов может быть. Вообще, качество этой проводки может удовлетворить человека, который планирует, скажем так, затратить значительные средства на оснащение с автомобилем. Затратить значительные, то нет. Сечение этого провода недостаточное, проводочек тоненький, проложен в целях экономии, лишь бы был провод. По-настоящему для динамиков, устанавливаемых в дверях, например, или в задней полке, сечение провода должно быть не меньше полутора квадратных миллиметров, а то, что там кладут, там 0,5-0,75 в лучшем случае. Ну, то есть, в общем, так себе решение. Это минимум полтора квадрата, а лучше два с половиной. Давайте, да, давайте мы со зрителем еще с данным нашим пообщаемся. 617-95-55, код Москва-495. Про вот этот вопрос мы не забудем, ну а пока говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы спросить у вашего спецедника. Вот, Рено Калеос продается, там есть даже комплектация такая, боссы, ну, они как бы рекламируют, что это аудиосистема премиум-класса стоит на этой машине. Как вот вы относитесь к этой музыке? Спасибо большое. Компания... Вопрос интерес. Да. И, наверное, наиболее аудиозный, мне кажется, из тех, кто, в принципе, способен производить звук. Такого количества полярных мнений я лично не слышал ни об одном другом производителе. Ну, скажем так, если сравнивать с другими штатными системами, то это, конечно, большой шаг вперед. Но, если сравнивать это с теми системами, которые могут быть сделаны на основе компонентов других производителей и руками профессионалов, это, конечно, ничто. А вообще, ну, чаще, конечно, в премиум-сегменте предлагаются в списке опций установка high-end систем, как это преподносится, или high-fidelity. То есть, ну, это достаточно громкие имена, это, может быть, не знаю, Харман, Кордон, да много. Кто, на самом деле, еще. Вообще, насколько, на ваш взгляд, такие комплексы стоят своих сотен тысяч рублей, которые за них просят? Ну, что, сумма фигурирует серьезная, 200-300 тысяч. Но, тем не менее, почему-то многие владельцы таких систем потом все равно приезжают на переделку. И главная проблема здесь в том, что эти системы закрытые. Они не подлежат никакому расширению или изменению. Это можно только выкинуть и целиком заменить. То есть, фактически, кто за это... То есть, кто-то это сделал, кто-то это спроектировал и настроил, а потом человек, не будучи удовлетворенным такой вещью, сразу едет менять это на нечто еще более затратное. Ну, были примеры, там, допустим, система Volvo S40 в премиум-комплектации. Тем не менее... Звучание не устраивало. Не устраивало. То есть, в принципе, покупатель такой машины может сразу взять систему подешевле и сразу уже ехать, если у у него есть какие-то амбиции меломанские, скажем так. А многие так и делают. Хорошо. Давайте тогда вернемся к звонку нашего предыдущего зрителя, который сетовал на свой Honda Accord. Если, допустим, замена просто излучателей, просто того, что называется динамиками, громкоговорителей, не удовлетворила этого владельца, каков следующий шаг? Вообще, может быть, сумма изоляции начать? Именно. Это следующий шаг, и, конечно, лучше их совмещать, потому что два раза разбирать двери особого смысла нет. Если провожить виброизоляцию на металлические панели двери, чтобы они не вибрировали, то энергия, излучаемая динамиком, не будет уходить наружу. Ну, наверное, все слышали. Ну, я думаю, что это... Девятки, проезжающие по вечерней улице. Это почти мем уже, как принято сейчас говорить. Так вот, у них большая часть звука уходит наружу, а не внутрь. Поэтому, если двери как следует обработать соответствующими материалами, то все станет гораздо лучше. И даже не потребуется большая мощность. Помимо дверей, что еще можно было бы посоветовать? Угу. Колесные арки. При этом резко уменьшится шум движения. То есть, многие... Ну, это вообще, как известно, главная проблема автомобиля, что он может хорошо звучать, пока не поедет. Ну, это, конечно, не относится к автомобилям премиум-класса типа Роллс-Ройса. Ну, это уже даже эксклюзив. Это уже все-таки даже не премиум. Ну, и последний этап – это обработка крыши. Ну, это сопряжено со снятием потолка, и на эту процедуру идут далеко не все, тем более, что шум от крыши как раз вносит наименьший вклад. Я читал в умной книжке одной, что значительную, так скажем, дисгармонию в звучании вот этого объема внутреннего вносят стекла, что это вообще такой материал, который не очень любим и звукорежиссерами, и инсталляторами. Как-то можно это победить? Или это... Конечно. Проблема как раз именно в том, что от стекол возникает множественное отражение средних и высоких частот, звук размазывается, теряется, какие-то составляющие складываются, усиливаются, какие-то, наоборот, пропадают. Лекарство здесь только одно, точно такое же, как и в звуковых студиях. Мягкие материалы, которыми обрабатываются все поверхности, не являющиеся стеклами. То есть поглотители некие. Стойки, торпеда, вот популярный очень материал алькантара, искусственная замша, она разных цветов бывает, так что всегда можно подобрать в тонкость ко всему. То есть, в общем, это не только красота, но и некий практический смысл. Да, это именно в первую очередь практический смысл. Как в том анекдоте, да. Ну, во-первых, это красиво. Ну что ж, давайте сейчас прервем ненадолго нашу беседу и посмотрим видеоопрос, добытый нелегким трудом нашего корреспондента, который отправился на улицу, вооружившись микрофоном, и задал соседям по потоку простой вопрос. А нужна ли вообще продвинутая мультимедийная система в автомобиле? Давайте ознакомимся с ответами. Очень нужна. Почему? Ну, потому что 4 часа в день проводишь в машине, соответственно, хочется, чтобы ты мог здесь нормально все смотреть, отдыхать и так далее. Особенно, когда ты не едешь. Она нужна, поскольку мы очень много времени проводим в автомобиле и слушать хорошую музыку с хорошей медийной системой, естественно, гораздо лучше. На самом деле не особо, потому что можно пользоваться планшетом, смартфоном и так далее. То есть, как бы, навигация здесь, она уступает. В любом случае, навигация на смартфоне, поэтому не особо нужна. Думаю, не сильно нужна для того, чтобы нормально возить автомобиль. Ну, мне она не нужна. Нужна, да, в каком-то смысле. Ну, если сенсорная, то, я думаю, необходимо. А если кнопочная, то, в принципе, нет. Если мультимедия очень, извините, плохая, то, и голова заболит буквально через сотню километров. Если качественная мультимедия, то ты можешь проехать и до юга, и обратно, и ничего страшного не произойдет. Нужна, потому что она повышает, в первую очередь, безопасность движения. Допустим, если зациклена с телефоном, да, по блютузу или еще по какому-то типу соединения. Очень удобно, без отрыва, да, допустим. Не надо телефон говорить, то есть, hands-free своего рода. Плюс на руле, если кнопки имеются, тоже очень удобно. То есть, ты управляешь мультимедией именно. И хорошо бы, когда все функции зациклены в одном устройстве. То есть, это и навигаторы, и мобильный телефон, и интернет, и тому подобное. Ну, так, в двух словах. Очень пространный был ответ, особенно у последнего респондента. Вообще, вот эта конкуренция автомобильных мультимедиа с планшетами, она, мне кажется, обострилась, да, в последние годы? Обострилась. И вообще, вот я сейчас, извините, продолжу просто вопрос. В принципе, что позволяет считать аудиосистему мультимедийной? Почему вдруг произошла такая эволюция понятия? Это просто желание производителя заработать больше денег, сказав, что вот это уже не просто звук, это мультимедийная система. Хотя, фактически, это может быть, на самом деле, простой аудио-центр, ну, если так по-простому сказать, который оснащен неким модулем для общения с водителем, который может быть и тачскрин. Ну, здесь дело не только в этом. Дело в том, что, поскольку сменился сам тип носителя, сначала была кассета, потом компакт-диск, теперь твердотельные носители, и при этом сменились типы представления данных. То есть, это теперь не только звук, причем звук может быть в различных форматах, как минимум это MP3 и Windows Media, но это еще может быть и видеоинформация, это могут быть текстовые файлы, некоторые системы поддерживают и воспроизведение таких документов. Ну, и видео всевозможные. Ну, так я и говорю, видео различных форматов, причем именно на видео сейчас и делается упор. Если по звуку, как правило, ограничивается двумя названными форматами, ну, еще формат флаг в последнее время. То есть, без потерь, насколько я понимаю. Без потерь, да. То по видео очень много. МКВ с различными кодеками, там списки расширяются буквально каждый день. Более того, в некоторых случаях даже пользователь может скачать новую прошивку с сайта и самостоятельно добавить на некоторых аппаратах. Ну, то есть, в принципе, фактически тут речь идет о буквальной трактовке термина «мультимедиа». То есть, много носительства такое, понимания многих носителей. И плюс к этому появляются, естественно, дополнительные функции. И сенсорный экран, и подключение камеры заднего вида, которая автоматически включается при включении задней передачи. И навигация, опять же, и интернет, и пробки, и синхронизация с телефоном, и еще много чего. Ну что ж, прежде чем мы продолжим беседу, хочу обратиться к вам на сей раз с нашим традиционным смс-голосованием, смс-опросом. Хотели бы вы улучшить звук в собственном автомобиле? Вот так звучит наш вопрос. Ответы «да», «нет». Принимаем мы их на наши, те же самые смс-номера 5577 для тех, кто пользуется услугами российских операторов сотовой связи, 4 четверки. Для тех, кто пишет нам из Казахстана, телефон продолжает работать, 617-95-55, код Москвы 495. И, конечно, я даю приоритет не тем вопросам, которые у меня в бумажке, а тем, которые услышат вас, например, от очередного нашего зрителя, который уже в нашем эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот вопрос к вашему собеседнику. Вот на сегодняшний день на рынке очень много головных устройств на базе Android, на операционной системе Android, которая подходит ко многим автомобилям. Встречать ли они у вас в практике и стоит ли такое головное устройство устанавливать на свой автомобиль? Да, безусловно, встречались они и в журнальных тестах у нас были. И я скажу, что за ними, на мой взгляд, будущее. Потому что это универсальная система и как раз система открытая. Вы можете сами добавлять все необходимые для вас функции, просто скачав необходимую программу. Ну, фактически, как смартфон. А тогда возникает вопрос, не вредит ли это открытость функциональности? Ну, потому что есть же паранойя, связанная с тем, что можно где-то подхватить вирус, особенно если система имеет возможность выходить в интернет, чтобы там не то нажал, не то туда скачал, и все заглючило, отвлекся, приехал кому-нибудь в бампер. Ну, например. Ну, нужно иметь чувство меры и не заниматься этим на ходу. Ну, а в целом универсальность не вредит. Не вредит ли она функции основной? Ну, например, воспроизведению качественного звука, если мы об этом говорим. В данном случае нет, потому что если раньше многофункциональность добавлялась, скажем так, на аппаратном уровне, требовалось добавить новые модули, узлы, то теперь это всего лишь новые программы. Железо остается неизменным. То есть то, что заложено изначально при проектировании аппарата, хуже сделать уже нельзя. Это отрадно. Ну, тогда давайте поговорим не столько о функциональной части, сколько... Лучше, правда, тоже. Сколько о том, чем может закончиться подобный эксперимент для владельца. Ну, я думаю, что, наверное, основной страх, тем более владельцев новых автомобилей, тем более дорогих, что замена головного устройства, например, это очевидное вмешательство в конструкцию автомобиля, пусть и не его, ну, скажем так, драйверскую часть, что это может навредить при последующем общении в случае, не дай бог, возникновения гарантийных каких-то обстоятельств, некой поломки, которая при попытке владельца обратиться в сервисный центр для ее устранения, ну, просто будет ему отказано специальным человеком, который раньше назывался инженером по гарантии, теперь, по-моему, стал все-таки менеджером, трансформировавшись как-то так. Это задача специально обученных людей, чем клиентов. Ну, я предлагаю разделить задачу на две части. Вариант первый. Головное устройство заводское заменено аналогичным, но многофункциональным, разработанным специально для этого автомобиля, так называемое штатное головное устройство, там замена сводится только к переключению разъемов. Я думаю, в таком варианте вообще какие-либо претензии беспочвенны, потому что никакого другого вмешательства в конструкцию автомобиля не было. Вариант второй. Установлена серьезная аудиосистема с заменой компонентов, но серьезная аудиосистема имеет контакт с электросистемой автомобиля только в одной точке, на клеммах аккумулятора. У нее своя собственная проводка. Поэтому в этом случае тоже все претензии этих менеджеров по гарантии беспочвенны. Ну, то есть аргументировать можно исключительно вот этим. Единственное, к чему они могут зацепиться, это если трогали металлические детали кузова, вырезали отверстия, сверлили, пилили. Пластик тоже. Вам приходилось когда-нибудь оказывать такие консультационные услуги при спорах, может быть, ваших заказчиков с сервисменами, или всегда все заканчивалось как-то мирно? Всегда все заканчивалось мирно. И, скажем так, приходилось об этом предупреждать в порядке, так, в превентивном. Но ни разу не пригодилось. Ну, значит, все было в порядке. 617-95-55, код Москвы-495, это наш номер телефона. Есть у нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос вашему эксперту. Да-да-да. Задавайте. Только слушайте нас по телефону, пожалуйста, потому что очень долго звук идет из телевизора и мучительные паузы. Я хотел бы узнать, какую лучше поставить музыку на автомобиль с Айон Кайром. Да, какие-то у вас пристрастия, может быть, музыкальные есть? Это уж вопрос какой-то больно общий получается. И тишина у нас повисла. И тишина. Ну, ладно, попробую ответить на ту часть вопроса, которую мы успели услышать. Да, с Айон Кайром. Отличная машина, кстати, была у нас такая одна и не одна даже. Штатную акустику менять. Там 6-дюймовые динамики, мидбасовые в дверях. Пищалки приспосабливаются на треугольники зеркал. Это минимальное вмешательство. Если хочется сделать поаккуратнее, но с большими трудозатратами, то в стойке. Если хочется совсем хорошую систему, то тогда нужно добавлять еще и среднечастотные динамики там же на стойках. Но это немножко уже другой бюджет будет, потому что это пойдут серьезные архитектурные работы. Кстати, установка излучателя на стойках не грозит вмешательствами в силовую структуру кузова? Нет. То есть это все под облицовочные цены? Это все крепится к пластику. А пластик к железу не трогается. Единственный момент, если на стойках стоят подушки безопасности, тогда лучше с этим не связываться. Бывает и в передних. Тогда с этим лучше не связываться. Понятно. Ну, я надеюсь, что вот этот первоначальный рецепт все-таки даст какой-то вектор нашему зрителю. Я пока обращусь к смс-каналу нашему 5577. Напомню, я номер для абонентов российских операторов сотовой связи. Четыре четверки для тех, кто пишет нам из Казахстана. Скажите, пожалуйста, вопрошает наш зритель, есть ли смысл приобретать тонкий сабвуфер с встроенным усилителем для пикапа, если только такой, входит в салон. Стоит он 12 тысяч рублей. Есть, конечно, смысл. Плоские модели есть у Пионер. Точнее, Пайнер. Будем по-правильному. Для тех, кто не забывает употреблять «зэ». Есть еще... А с чем вообще может быть связан скепсис относительно таких устройств? Скепсис чисто с механическими характеристиками. Плоский диффузор, он не такой жесткий, как диффузор конической формы. Соответственно, при работе на большой мощности возникает немножко большее искажение. Нет, гудеть не будет. Может появиться рычащий призвук. Но некоторым нравится. Особенно на руки. Если люди слушают гроулинг, да-да-да, конечно. Так, еще один вопрос с СМС. Сколько может стоить полный хай-энд 3D-саунд на обычный автомобиль без «алмазных» колонок и «золотых» кнопок? Вообще, что за 3D-саунд? Что за неизвестные науки «зверь»? Мне казалось, что звук по определению трехмерный, поскольку волна не может распространяться плоско. Ну, видимо, при этом подразумевают еще что-нибудь, чтобы сзади звучало. По канонам большого автозвука сзади динамиков быть не должно. Но уж если человек хочет, то пусть будут. На самом деле, действительно, мы на концерте сидим все-таки лицом к сцене. Ну, и сзади, да. А не посреди, когда оркестры. Ничего нет, если речь не идет о каком-то интересном перформансе особенно. Но вообще, что влияет на стоимость проекта? Давайте так, наверное, что было. Все. Стоимость компонентов, уровень технической сложности, потому что те же самые динамики можно использовать с пассивными разделительными фильтрами по частотным полосам, а можно каждому динамику использовать свой усилитель. Звуковые процессоры для обработки сигнала. Каждый компонент – это ощутимая добавка к стоимости. Ну, да, конечно, вопрос такой. То есть, скажем так, приблизительно от 80 или 100 тысяч рублей – это нижняя планка, и верхняя не определена. Да, можно и полтора миллиона. То есть, превышающая стоимость автомобиля уж точно. Легко. Да, спасибо большое. По-моему, есть на звонок, да? 617-95-55, код Москва-495. Говорите, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. У меня Volkswagen Touareg 5-го года. У магнитола стоит простая. Ну, без экрана. Я хочу поставить навигацию штатную. У меня подойдут разъемы? Все там? Или что-то там настраивать? Спасибо за вопрос. Если есть модель, которая именно ориентирована для этого автомобиля, то подойдут штатные разъемы. Если нет, то можно использовать другие модели. Кстати, могу порекомендовать. Есть модель Alpine с 8-дюймовым экраном. Это единственная пока модель такого рода. Все остальные с диагональю 7-дюймов выпускаются и меньше. К ней есть переходные рамки. Под все модели как раз Volkswagen и Touareg тоже подойдет. И должны быть переходники. Ну, это надо проконсультироваться у продавцов. Вообще, современная мультиплексная проводка, какие-то современные решения усложняют жизнь инсталлятора? Во многом. Потому что если раньше там шли преимущественно просто постоянные напряжения и какие-то отдельные сигналы, то сейчас все устройства обмениваются между собой данными по цифровой шине. Это увеличивает уровень наводок. Поэтому во многих системах приходится для того, чтобы избавиться от посторонних шумов, ставить оптоволоконный кабель и переходить на полностью цифровую передачу данных. Ох, как интересно. Что это означает? Ну, понятно, что не может же тот звук, который идет непосредственно к громкоговорителям, идти по оптике. Получается так, что источник сигнала стоит на своем обычном месте. Дальше сигнал по оптоволоконному кабелю поступает куда-нибудь в багажник, где установлен звуковой процессор. И рядышком вплотную к нему стоят усилители с предельно короткими кабелями. А уже оттуда сигнал расходится по динамикам. Ну, это просто уже какое-то высокое искусство фактически. Да, так и получается. Система делается не просто хорошо звучащими, но еще и красивыми. Усилители вписывают в архитектуру багажника, размещают на полу, на потолке, закрывают декоративными крышками, подсветка, все дела. Особенно подсветка, да, конечно, воодушевляет. Еще один вопрос такой неожиданный. Зритель наш мучается выбором. Какой звук, собственно говоря, лучше? Фирмы Bose на Альфе 159 или Bang & Olufsen на Audi A4? Можете как-то охарактеризовать продукцию двух производителей? Сложно сказать. Что касается материалов, я точно могу сказать, что лучше Ауди A4. Поэтому вроде бы звук там должно быть попроще организовать. Во всяком случае, могу сказать, что лично мне, как аудиофилу со стажем, Бен Кант Олфсен как-то ближе к сердцу. Теплый датский, если я не ошибаюсь, звук. Так, да, 617-195-55, код Москвы-495, это по-прежнему наш телефон. Думаю, что еще, может быть, успеем мы принять звонок до окончания программы. Что касается СМС-голосования, результаты подведу пока они выглядят следующим образом. 88% наших зрителей хотели бы действительно улучшить звук в собственном автомобиле. То есть всего лишь 12% удовлетворены всецело тем, что получают из коробки. Что и требовалось доказать. Удивительное количество аудиофилов, я, честно говоря, поражен. Хотелось бы еще спросить, ну, помимо сертификации компонентов, которые мы уже обсудили, сертификацию самих инсталляторов. Приходит человек в некую мастерскую, где ему рассказывают, что делают абсолютный звуковой космос в автомобиле. Можно ли каким-то образом до того, как испортят машину, все-таки как-то понять, что собой представляет инсталлятор? Есть какие-то косвенные признаки, какие-то награды, сертификаты, кубки? Ну, награда кубки за участие в соревнованиях – это достаточно хороший показатель. Но при этом еще нужно посмотреть саму обстановку, так сказать, на рабочей площадке. Каков там порядок, что происходит с автомобилями. Посмотреть, как выглядит то, что не видно потом в окончательной конструкции. То есть провода закреплены или просто брошены под коврик. И вот такие вот подобные моменты. То есть, чтобы делалось аккуратно. Ну, и, естественно, поинтересоваться отзывами тех, кто уже делал в этой студии. Обычно у каждой студии есть сайт, на котором выкладываются ее работы. Можно там посмотреть. Можно просто поспрашивать на форумах конференций. Сарафанное радио, видимо, это основной источник информации. Да, это основной. И если говорить о наградах кубков за соревнования. Все-таки соревнования, я думаю, проводятся ни одно и ни два в нашей стране. Есть какие-то, которые обладают непререкаемым авторитетом, например, в профессиональной среде? Ну, на настоящий момент, наверное, это соревнования «Эмма». Российское отделение, входит в Европейскую ассоциацию. Потом, значит, наши призеры едут в составе команды России на чемпионат Европы. Вот, кстати, недавно в Зальцбурге закончился. Пару недель назад. Есть и ряд других соревнований, ну, такого меньшего масштаба, они в основном региональные. Собственно, все зависит от того, что вы больше хотите получить. Ну, вообще, сама по себе система судейства, насколько объективна в таких соревнованиях? Ну, абсолютно объективна она быть не может в силу того, что судья – человек. Объективность ее можно рассматривать только в пределах одного класса, потому что по положению в соревнованиях машины одной категории судит одна судейская бригада. Вот в этих пределах результаты между собой сравнивать можно. Сравнивать результаты судейства этой же даже бригадой, ну, где-нибудь в другом регионе в другое время, да уже достаточно проблематично. Прошло время, у людей другая настройка слуха, другие машины, другие условия, люди устали, к примеру. То есть, эти все результаты уже достаточно относительны. Объективные измерения там не применяются. Тем не менее, система оценок достаточно четкая. Для каждого критерия существует своя измерительная дорожка, на которой… Ну, то есть, в общем, можно верить этому, да? Да. Анатолий Шихатов, эксперт, профессиональный инсталлятор, заместитель главного редактора журнала «Автозвук», был гостем программы «Автоэкспертиза». Я думаю, что к теме «Автозвука» мы еще не единожды вернемся. Ну, а через неделю здесь, на нагретом монастуле, будет сидеть уже Максим Приходько. Так что не волнуйтесь и всего вам доброго, друзья. Максим Приходько. Максим Приходько.